В модельном ряду компании Шкода есть много разных автомобилей. Компактные хэтчбеки, семейные универсалы, компакт-вэн и даже седан бизнес-класса. Но не хватало модного нынче кроссовера. И вот он появился. Встречайте, новая Шкода Йети. Путь от концепта до серийной модели занял свыше пяти лет. Изначально планировалось сделать полноприводные красоты, кроссовер на платформе Фабия. Однако потом инженеры взяли более крупную тележку, на которой построены такие автомобили, как Шкода Октавия, Фольксваген Гольф и Тигуан. Шкода Йети нельзя назвать стопроцентно детищем чешских инженеров. Этот кроссовер делят платформу с Фольксваген Тигуан. По сути, это два одинаковых автомобиля. Разница заключается лишь в дизайне, нюансах комплектации и наборе силовых агрегатов. Внешность Йети получилась необычной и запоминающейся. Огромные противотуманные фары выглядят забавно. Впрочем, не всем нравится игрушечность в облике кроссовера. Кстати, некоторые стилистические решения Йети позаимствовал у модели Румстер. Формы передних и задних дверей визуально делят пространство в автомобиле на две комнаты – водительскую и пассажирскую. Внутри Йети можно играть в игру на Ди-10 отличия одной Шкоды от другой. Руль, комбинация приборов, кнопки качают из одной модели в другую. Но в целом придраться не к чему. Качество отделочных материалов отличное. Все сделано добротно, а каждая деталь приятна на ощупь. Двухцветные сидения не только радуют глаз, но и обладают неплохой боковой поддержкой. Однако любители низкой посадки за рулем не сразу привыкнут к водительскому месту в Йети. Подушка установлена слишком высоко, приходится сидеть как на табурете. Ограниченный диапазон регулировки руля по вылету не дает опустить спинку кресла ниже. Внутри Йети водитель сидит выше, чем в любой легковушке. В общем-то, как это и полагается в любом кроссовере. Однако вот эти вот стойки существенно ограничивают обзорность. Еще одна претензия адресована механическим регулировкам сидения, которые странно видеть в отнюдь недешевом автомобиле. Электроприводы здесь были бы уместнее. Самый доступный снежный человек обойдется россиянину в 699 тысяч рублей. Однако нам достался автомобиль в самой дорогой комплектации Experience с доп. оборудованием. Такой автомобиль стоит 1 миллион 300 тысяч. В салоне есть все, что нужно для создания комфортной атмосферы во время поездки. Двухзонный климат-контроль, мультимедийная система с навигацией и DVD-проигрывателем, панорамная стеклянная крыша с люком и многое другое. На заднем сидении просторно. Однако вертикальная посадка и жесткая подушка не способствуют комфорту в дальней дороге. Особенность трансформации салона Skoda Yeti заключается в том, что заднее сидение можно не только сложить, но и демонтировать, как в модели Roomster. Багажник Yeti не самый большой в этом классе, но удобен в использовании. Широкий дверной проем и оптимально подобранная форма грузового отделения не заставят ломать голову, как расположить поклажу. Под капотом у нас установлен самый мощный бензиновый двигатель 1.8 Turbo, выдающий 150 лошадей. Он агрегатирован шестиступенчатой механикой. Замечательный тандем. Разгон до сотни займет менее 9 секунд. Веселые старты и высокие обороты тут же отразятся на расходе топлива. Если захотите сэкономить на бензине и поберечь экологию, цифры на панели приборов подскажут водителю, какую передачу в данный момент лучше включить. Yeti обладает легковыми настройками шасси, которые подстегивают к азартной езде. В меру мягкая подвеска не тревожит седоков при проезде неровностей. Машина четко едет по прямой, даже если на трассе незначительная колея или снег. Кроссовер уверенно проходит повороты, а высокий кузов кренится не сильно. При резких действиях рулем или педалями срабатывает система стабилизации, даже если вы заранее выключите ее. Одна из фишек Yeti – так называемый off-road ассистент. При нажатии кнопки активируются специальные внедорожные настройки АБС, с антипробуксовочной системой и электронной блокировки дифференциала, что поможет двигаться по пересеченной местности. С помощью этой же функции активируются системы помощи подъема и спуска с горы. На Yeti можно уверенно покорять раскисшие или заснеженные грунтовки, но для серьезного бездорожья кроссовер не приспособлен. Дорожный просвет в 18 см, большие свесы, отсутствие понижающей передачи и относительно короткоходная подвеска не позволят отправиться на поиски снежного человека. Черский автопроизводитель сделал закономерный шаг в развитии своего модельного ряда. Skoda Yeti – автомобиль для города и поездок на пикник. Оригинальный дизайн и технологии Volkswagen обещают интерес со стороны покупателей. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова